Привет! До сих пор мы писали лишь такие процедуры, в которых каждая строка выполнялась всего один раз. В этом видео мы выведем наши процедуры на новый уровень и научим их повторять определенные действия заданное количество раз. Для этого мы с тобой рассмотрим конструкцию forNext. Давай приступим. И сразу же это видео мы начнем с примера. Смотри, давай создадим новую процедуру и впишем в ней следующее. Здесь все, естественно, выходит очень просто. Если мы сейчас пошагово прогоним данную процедуру, то получим следующую картину. Начало выполнения кода, написание сообщения в immediate window и конец кода. Таким образом, здесь прописана всего одна команда, которая один раз и выполняется. Но что если нам нужно произвести указанное действие, то есть написание слова сообщения в immediate window не один раз, а, например, 10 раз? Мы, конечно, можем сделать и вот так. Давай запустим. И как видишь, у нас процедура, начиная с первой строки, прорабатывает поочередно все строки и таким образом 10 раз выводит сообщение. Я думаю, ты догадываешься, почему такой вариант написания кода плох. Во-первых, слишком много приходится для этого отпечатать. Ну и во-вторых, если позднее тебе понадобится, например, не 10 повторений, а 100, то придется еще 90 раз писать ту же самую команду. То есть это такое очень статичное и неповоротливое решение. И, конечно же, в VBA есть конструкция, которая позволяет быстро и удобно производить нужное количество повторений определенной команды. Это уже названная конструкция forNext. Давай рассмотрим, как эта конструкция работает. Для работы конструкции forNext нам в обязательном порядке нужна переменная для введения подсчета произведенных повторений команды. Давай объявим подобную переменную. Назовем ее LNGCounter. Counter – это по-английски счетчик. Поскольку это у нас будет числовая переменная для введения счета повторений, типом ее задаем long. И теперь смотри, нам нужно 10 раз вывести слово «сообщение» в immediate window. Поэтому теперь мы открываем цикл for фразой for, указываем только что объявленную переменную, ставим знак равно, и сейчас мы будем задавать количество повторений. Нам нужно 10 повторений, так что говорим равно 1 to, то есть до, и вписываем 10, от 1 до 10. Отлично. Получается, мы открыли цикл for, указали, что переменная счетчик в этом цикле будет получать значение от 1 до 10, ну и каждый открытый цикл for нужно обязательно всегда закрывать. Поэтому пропустим одну строку, и здесь вписываем next, и указываем переменную, которая служит в качестве счетчика для этого цикла, то есть LNGCounter. Вот мы и закрыли наш цикл. Отлично. Теперь непосредственно внутри этого цикла, то есть вот здесь, мы можем прописывать нужные нам команды, которые будут повторяться указанное вот в этой части количество раз. Давай сделаем то, что мы и хотели в начале. 10 раз впишем слово «сообщение» в immediate window. Поэтому просто пишем debug.print сообщение. Ну и важное замечание. В таких структурах, как for и next, очень важную роль играют отступы, так как они делают программу намного более читабельной. Поэтому всегда, когда ты открываешь циклы for, внутри делай вот такие отступы при помощи клавиши tab. По ходу курса я тебе буду еще говорить, в каких конструкциях следует делать подобные отступы. Вот, кстати, код каждой процедуры, как можешь заметить, также должен иметь отступ. Поэтому всегда все строки внутри одной процедуры я пишу, сделав один отступ. И, соответственно, второй, скажем так, встроенной конструкцией внутри нашей процедуры является конструкция for. Поэтому внутри нее мы уже делаем второй отступ, если считать вот здесь. Супер! Увидеть, как работает данная конструкция самым наглядным образом, мы можем при помощи отладки процедуры. Так что давай пошагово прогоним наш макрос. Для этого я сперва добавлю переменную счетчик в WatchWindow. И теперь, нажимая на клавишу F8, мы можем начать пошагово прогонять эту процедуру. Итак, смотри. Здесь мы сейчас войдем в цикл, и пока в нашей переменной, как можешь видеть, сохранено изначальное значение числовых переменных, то есть 0. Как только мы сейчас проходим эту строку, VBA сохраняет первое значение из заданного диапазона значений для данного цикла, то есть единицу, в нашу переменную. И, соответственно, как можешь заметить, мы сейчас находимся внутри нашего цикла, и в EmerateWindow будет вписано сообщение. Я пододвину сюда EmerateWindow, и вот происходит наше первое действие. Отлично. И смотри. Пока мы проработали лишь одно значение из десяти заданных. Это значит, сейчас VBA впишет следующее значение из заданного диапазона в переменную, то есть двойку, и в коде прыгнет обратно вверх, чтобы в очередной раз произвести действие. Смотри. Вот мы в этом можем убедиться. Нашей переменной LNGCounter было задано значение 2, и сейчас снова будет выведено сообщение внутри EmerateWindow. И происходить так будет еще 8 раз, пока не будут проработаны все значения из заданного промежутка значений. Закончилась проработка цикла, и, как можешь заметить, код выходит из этого цикла и переходит к строке EndSub, то есть завершение процедуры. Супер. Вот мы фактически уже и узнали, как применять цикл for в наших процедурах. Но не подумай, что на этом все. Давай рассмотрим, какую пользу мы еще можем извлечь из данного цикла. Смотри, как ты мог заметить, в ходе выполнения процедуры количество произведенных повторений записывается в наши переменные счетчики. Соответственно, эту переменную мы можем где-нибудь в коде и применить. В качестве первого простейшего примера давай заменим вписываемое в EmerateWindow сообщение на переменную счетчик. Сперва очищу EmerateWindow и заменяем это статичное сообщение. Запускаю пошаговую процедуру, и, как можешь заметить, повышаемое на единицу в каждом цикле значение переменной у нас вписывается в EmerateWindow. Уже выглядит интересно, не правда ли? Давай приведем теперь еще более интересный пример и используем данную переменную вместе со свойством Cells. Смотри, что попробуем. Сперва я переименую эту переменную. Теперь она у нас будет называться LNG ColumnCounter, то есть счетчик столбцов. Поскольку мы сейчас обновили название нашей переменной, нужно обязательно не забыть переименовать и ее упоминание вот в этих местах. Можно, конечно, это сделать вручную, особенно в том случае, если процедура маленькая, как у нас сейчас. Но когда ты работаешь с большими процедурами, лучше делать это автоматизированным образом. Поэтому смотри, что я сейчас покажу. Скопируем новое название нашей переменной. Я использовал комбинацию клавиш Ctrl-C. И теперь просто выдели то, что нужно заменить, то есть старое название. Вот оно. Теперь используем комбинацию клавиш Ctrl-H. У нас открывается окно автозамены. Поскольку мы уже выделили старое название LNG Counter, оно у нас вписано в окне Find What. И Replace With нам нужно поставить новое название. Просто нажимаю Ctrl-V, потому что мы его уже скопировали. Теперь нам нужно выставить Current Procedure, то есть чтобы замена производилась только внутри данной указанной процедуры. Здесь ты можешь, кстати, менять настройки на произведение замены внутри всего модуля, всего проекта или выбранного текста. Окей. Я сразу нажму Replace All. И у нас произведено было три замены. Отлично. Теперь мы можем быть точно уверены, что название переменной было обновлено во всей процедуре. Давай продолжим теперь написание кода. Я хотел привести пример со свойством Cells, поэтому поменяем данную команду. Конечно, как обычно, правильно обращаться к Cells, указывая полный путь. То есть вот так. И здесь уже непосредственно указываем номер строки и номер столбца. Мы это обязательно, конечно, помним, но для того, чтобы просто сейчас у нас код был более читабелен, вот эту часть я вырежу. И использовать будем вот такой короткий вариант. Получается, смотри, что я сейчас сделаю. Номер строки впишем статичным образом. Просто впишем вот так вот единицу. Ставим запятую. И вот уже номер столбца мы будем задавать динамичным образом. То есть при помощи нашей переменной счетчика. Поэтому я вписываю ее название. И закрываю скобку. Таким образом, мы поочередно будем указывать первые 10 ячеек внутри первой строки активного рабочего листа. Впишем давай в них опять-таки значения из данной растущей переменной, переменной счетчика. Ставлю равно и вписываю LNG Column Counter. Это у нас уже будет третий пример. Я просто поменяю подпись. Теперь я уменьшу окно VBA. Обновлю переменную Watch Window. И пошагово запускаем процедуру. Итак, смотри. Сперва LNG Column Counter принимает значение единицу. Здесь в Cells у нас строка 1, столбец 1. То есть это вот эта ячейка. В нее сейчас будет записано и значение 1. Как можно заметить, она у нас сейчас внутри переменной опять-таки. Записываем. Цикл, поднимая значение, возвращается вверх. И здесь у нас уже выходит Cells 1. А вот LNG Column Counter у нас равен 2. Следовательно, это у нас ячейка B1. В нее будет вписано значение 2. И как можно заметить, таким образом мы уже применили нашу переменную счетчик и в свойстве Cells, и также одновременно вписывали его непосредственно в указываемые ячейки. Здорово, не правда ли? Теперь давай обсудим следующую по тему. Так называемые вложенные циклы. По-английски они называются Nested Loops. Смотри, в один цикл мы можем поместить и другой цикл. И в принципе можно так неограниченно много циклов помещать друг в друга. Давай пропишем процедуру, которая будет нумеровать все ячейки вот в этой выделенной области, а не только в первой строке. Для этого нам, во-первых, понадобится еще одна переменная счетчик для второго цикла. Так как она будет считать количество отработанных строк, назовем ее LNG Row Counter. И поскольку выходит, что вот этот уже имеющийся цикл будет вложен в следующий, мы что делаем? Правильно, мы делаем отступ. То есть его целиком вот так выделяем и нажимаем клавишу Tab. И теперь вот здесь открываем еще один, так называемый, внешний цикл. Мы его открыли. Внутри него будет происходить вот этот вложенный цикл. И, соответственно, после этого кода нам нужно добавить закрытие этого первого внешнего цикла. Теперь опять-таки сделаем динамичным указание строки внутри нашей вот этой команды. То есть в Cells единицу меняем на LNG Row Counter. Отлично. Единственное, что нам остается сделать, это как-то встроить отсчитывание от единицы до 100. До этого мы могли использовать вот эту переменную. Но в данной ситуации сейчас у нас будет всего 100 повторений. Поэтому я сделаю следующее. Я создам еще одну переменную. И ее значение мы будем каждый раз повышать во вложенном или, говоря иначе, внутреннем вот этом цикле. Давай покажу, как мы это сделаем. Объявляю еще одну переменную счетчик. Назову его CycleCounter, то есть счетчик циклов. И вот здесь впишем следующее. То есть смотри, вначале данная переменная будет иметь значение 0. Переменная вот какое значение примет. То есть 0 равно 0 плюс 1. Соответственно, к следующему циклу в этой переменной будет уже сохранено значение 1. Поэтому в следующий раз будет значение вот таким образом повышено. То есть 1 равно 1 плюс 1. Таким образом выходит, что уже к третьему циклу здесь будет сохранено значение 2. И так далее до числа 100. Кстати, вот такое повышение значения на единицу называется инкрементированием. Ну и это значение в итоге мы будем помещать в указанную ячейку. Отлично. Давай протестируем. Сперва я очищу уже имеющееся значение. И приступаем. Я запускаю пошаговую процедуру. Смотри. Сперва у нас RowCounter принимает значение 1. Заходим во внутренний цикл. Здесь у нас LNG ColumnCounter принимает значение 1. Затем происходит первое инкрементирование значения в CycleCounter. Поэтому он также принимает значение 1. И здесь мы таким образом указываем Cells 1.1. То есть ячейка А1 равно 1. Окей. Внутри второго цикла мы делаем сейчас прыжок вверх. При этом повышается значение счетчика для столбцов. Соответственно прыгаем сюда. Здесь у нас что выходит? Это уже второй цикл. Поэтому равно 1 плюс 1. Отлично. Здесь у нас выходит 1.2. То есть Cells строка 1. Столбец 2. Значение равно 2. Как можешь заметить, соответствующее число было вписано в нашем рабочем листе. И опять то же самое. LNG ColumnCounter повышается еще на 1 единицу. Здесь у нас CycleCounter также повышается. И здесь уже вписывается Cells 1.3. Давай дойдем до второго значения в нашем внешнем цикле. Вот. Заканчивается первый цикл внутренний. И переходим ко внешнему. Повышается значение LNG RowCounter. Теперь оно у нас двойка, как можешь заметить. И смотри. LNG ColumnCounter у нас опять принимает значение единицы. Таким образом здесь у нас CycleCounter опять повышается. А вот Cells у нас выходит теперь 2.1. И как можешь заметить, 11 записывается именно в ячейку А2. Немного замороченно звучит, но на самом деле тут все очень просто. После того, как ты немного потренируешься с подобными конструкциями, они для тебя будут абсолютно понятными. Давай я теперь просто до конца выполню этот код. Итак, LNG ColumnCounter получает значение 10, то есть цикл завершен. LNG RowCounter точно так же проработал все значения в своем диапазоне. Все, мы завершили. И небольшое замечание. Здесь я написал код вот таким образом, просто для большей наглядности указаний, как работают циклы. Я же на самом деле обычно пишу вот таким вот образом циклы, мне так больше нравится, как они выглядят. То есть без таких пустых строк. Окей, отлично. И два последних замечания. Давай я снова напишу простой пример цикла for. До сих пор мы рассматривали лишь стандартные циклы for, в которых шаг изменения значения равен единице. Тем не менее, мы можем указывать, какой шаг должен иметь цикл. Смотри, для этого есть такая возможность вписать слово здесь step, то есть шаг. И указываем шаг. Я приведу пример сейчас с двойкой. Получается, стандартный шаг у VBA это плюс один. Таким образом, в таком диапазоне у нас шаг производится по каждому включенному в диапазон значению. Поскольку мы сейчас здесь задали цифру 2, то VBA будет делать вот такие шаги. Сперва обрабатывает единицу, перепрыгивает двойку, таким образом попадает на тройку. Снова два шага, 5, затем 7, 9. И поскольку, если после 9 сделать такой двойной шаг, мы перешагнем указанную верхнюю границу, VBA на девятке останавливается. Давай это проверим. Запускаем. Единица, тройка, пятерка, семерка, девятка. Если сделать еще один шаг, это будет уже 11, а 11 находится за рамками указанного диапазона. Таким образом, у нас происходит выход из цикла, и мы заканчиваем процедуру. Отлично. Это было первое замечание. И теперь второе. Задаваемые нами здесь границы могут быть на самом деле абсолютно разными. Они вовсе не должны начинаться с единицы и идти в сторону увеличения. Смотри. Первый пример. Вписываем, например, от 5 до 15. Я сразу прогоню всю процедуру. И как видишь, все отлично работает. У нас были значения вписаны от 5 до 15. И как и было сказано, направление также можно изменить. Смотри, что мы сейчас делаем. Если нужно пошаговое уменьшение от определенного большего значения в сторону меньшего, то первой цифрой вписываем большее число, например, 10, а второй цифрой меньшее, например, единицу. И степ у нас выставляем минус 1. Очищу immediate window. И что сейчас происходит? Запускаю процедуру. И как можешь заметить, счетчик у нас получает вот такой убывающий порядок. Отлично. На этом по теоретической части на сегодня все. Давай теперь сделаем с тобой самостоятельное упражнение. Смотри, этот файл, как обычно, ты можешь скачать по ссылке в описании к этому видео. Задача будет следующая. Пройти циклом по всем ячейкам от B3 до B17 и вывести значение каждого из указанных свойств в соответствующем столбце справа. Для решения этой задачи тебе понадобится применить знания из предыдущих видеоуроков. Окей, я ставлю паузу, и после нее мы разберем предлагаемое мной решение. Добро пожаловать обратно. Итак, давайте я представлю предлагаемое мной решение поставленной задачи. Открываем окно редактора VBA и смотри, в чем будет заключаться предлагаемое мной решение. Сперва объявим переменную для подсчета строк и теперь открываем цикл for lng row counter от 3 до 17. Я сразу же закрою данный цикл и внутри цикла указываем следующее. Сперва нам нужно вывести название шрифта. И смотри, я предложу решение, которое мне, если честно, больше нравится, чем использование cells. Использую короткую форму указания ячейки при помощи range. Здесь пишем c and и вписываем значение из нашей перемены. Что у нас получится? Смотри, сперва у нас lng row counter примет значение 3. Таким образом, данные два значения объединяются и здесь у нас выходит адрес c3. Ну и продолжаем. Подход опять-таки точно такой же. И здесь обращаемся к значению свойства сперва font и затем свойства name. То есть название использованного шрифта в данной ячейке. Таким образом, что у нас выходит? Название шрифта у нас должно быть вписано всегда в столбец c, поэтому здесь мы указали c3. Значение этой ячейки будет равно названию шрифта, использованного в ячейке b3. Затем у нас, соответственно, цикл поднимет значение до четверки. Таким образом, значение ячейки c4 равно названию шрифта, использованного в ячейке b4 и так далее до ячейки b17. Отлично. Точно по такому же принципу будут работать и все следующие команды. Из них ты также сможешь подчеркнуть и как обращаться к указанным свойствам в наших столбцах. Так что я просто дописываю теперь код. Скопирую эту часть и здесь просто все поправлю. Отлично. Вот и итоговый код. Давай посмотрим, как он будет работать. Все значения были соответствующим образом вписаны в требуемые ячейки. При этом, как можешь заметить, цвет здесь указывается зачастую не названием, например, а при помощи индекса. Кроме того, можно, например, встретить такие указания, как минус 4142. Это на самом деле одна из констант VBA и в одном из следующих видео я тебе обязательно расскажу, как понимать подобные константы, где находить их расшифровку и так далее. Пока что просто можешь запомнить то, что, например, в случае цвета заливки минус 4142, это значит то, что цвета заливки нет. И вот эти различные номера обозначают индексы цвета. На этом пока все. Надеюсь, этот видеоурок тебе понравился и был для тебя полезным. Если это так, то ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся с тобой в следующем видео. Пока.